Музыка 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 Приехала в Гранд Парк на улице. Не сказать, что жара, но тепло всё тает, капает. Горы видного. Солнышко светит. Ладно, зайдём, посмотрим. Солнышко светит. Солнышко светит. Солнышко светит. Солнышко светит. В общем, хочу домой. Красивые, яркие модели. Солнышко светит. 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 Выходной, но народу тоже нет. Солнышко светит. Солнышко светит. Солнышко светит. папа пап пап в национальном стиле пасмичку мне не надо я не знаю зашла орхидеи цены почти 10 тысяч что еще посмотрим очень жарко очень жарко и 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 которые это Вот это очень ярко, красиво, да? Супер. Интересно, интересно. Между прочим, это шампанское совсем недорогое. Что это меня занесло сюда? Мини-мини. Сейчас возьму. Я корзинку не взяла. И буду тащить, да? Очень симпатичный магазин. Очень симпатичные цены. Надо взять у них визитку. Доставка у них есть. Должна быть доставка. Чаёчки. На многие товары у них. Спецификация. Сиропчики. Сиропчики, сиропчики. А, у нас лайма для мохито. Ну, не буду брать. Сиропчики. Сиропчики. Вот плохо, когда я выхожу из дома. Надо мне взять за правило. Чтоб я на всякий случай вложила в сумочку очки. Вот не положила я. Вот что там подальше не вижу. Поэтому не знаю, в какую сторону идти. Вот. Довый чипсис тоже есть. Вот такие картины. Масло подсолнечное 5 литров. 4 897 тенге. Нет, там осталось мало. Здесь молочечко. Там цены видно, да? Масло, гречка, рис. Цена. 519 литровое масло. 529 литр масла. Сахар. Цена 3 четверки килограмм. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров. Без кусочков. 590 гей. А, это просто газированная вода. Дальше пройду, может попить там есть. Если на глаза попадется лимонная кислота, возьму лимонную кислоту. Но на мои узкие глаза ничего не попадется такого. Так, что здесь? Надо попить, надо попить соки. Чоколад. Девочки, а где у вас газированные напитки? Напитки? Вот, чуть выше. По напиткам зайдете? Все. Прямо пройдете. Вот эти грибы. А, все, спасибо большое. Бегом, бегом. А, все. В общем, я вышла. В общем, я вышла, я вышла, я вышла, я вышла, я вышла. Я вышла, я вышла. С восьмого блока выхожу, с пятого. Много я прошла. Я вышла, я вышла, я вышла. Я вышла, я вышла. Здесь есть золотой ряд. Пока жду такси, хочу сказать вам. Напротив нас улица проходит. Это бывшая моречка, она сейчас называется Кабдолова. И гранд парк наш почти с мотозалки и до середины моречка. Дальше, по-моему, Армада идет. В сторону Саина. Здесь у нас были раньше, не были, а была фабрика АХБК, лапчатобумажных тканей. Вот, я не помню, с каких пор не функционирует у нас эта фабрика. На ее месте построили вот такие торговые ряды. Но не торговые ряды. Гранд парк это торговый комплекс. Огромный, огромный, огромный. В общем, у меня там голова закружилась. И уже надоело ходить. Поеду я домой. Ничего себе не нашла. Хотела что-нибудь такое себе купить. Прикупить, что понравится. Все. Такси подъезжает, я поехала домой. Через 300 метров поверните направо на дублер. Поверните направо на дублер. Такси. Такси. Поверните направо на дублер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за внимание Добрый вечер всем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доча чабыночка моя Чабыночка, чабыночка это я уже сделала сама казахско-русский вариант, а так чабын, меня так отец называл всегда чабын, чабынем и как-то не знаю произвольно, когда родилась Айдусечка, я ее так называла и по сей день называю, употребляю это выражение чабыночка, Айдусечка с рождения. Мы просто там девочки сделали замечания уже слышать не хотим, как вы называете ее Айдусей. Айдусей, 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 айдусей это более как официально, а это уменьшительно ласкательная Айдусечка. В нашей семье мы так ее называем, так что извините, если ваш слух режет. Ну и меня Марусечкой называет муж, я не обижаюсь, нормально? Так, вопросов нет больше. Сегодня поехала в этот Гранд Парк, видела одну рекламу, хотела что-то себе прикупить, пошла, мне не понравилось. Немножко прошлась еще по нескольким бутикам. Вот, если честно, в этом Гранд Парке я была всего три раза в жизни. Один раз поехала я купить себе обувь, купила куртку. Второй раз поехала я себе купить на лето сарафан, купила себе рубашку и брюки. И все. И сегодня был третий раз, крайне неудачный. Я вот несколько бутиков буквально зашла, я даже там не ориентируюсь. По пути, что встречала, туда и заходила. И быстро вышла, уехала. Что-то там у меня голова стала кружиться. Не понравилось мне там. Может быть, я просто не привыкла, не ориентируюсь из-за этого. В общем, ушла ни с чем. Ничего сегодня не готовила. С утра поставила респли. Вчера у нас подлива осталось много, лапши совсем чуть-чуть, пол порции. Потому что вчера мужа тоже относила. И поставила рис, рис подливом ели. Тыква давно лежит. Что с ней делать? Особо ничего с ней не хочется делать. Взяла. Если думала, может быть, в сладком виде запечь. Ну, запекла так. Муж с удовольствием съест. Я, может быть, не очень. Айдуся точно не будет есть. Я попробую. Если мне не понравится, то я не буду есть. Может быть, сейчас еще посмотрю. В конце, может быть, сверху сыр накрашу. А так попробую. Если можно так есть, тогда и без сыра хорошо съедим. Вот такие все новости. Волосы покрасились. Чуть лучше, чем было, конечно. Но это не айс. Нужно попозже купить краску и сделать, как положено. Что еще? Новостей других нет. Конечно, я покажу результат тыквы. И на этом хочу попрощаться с вами. До завтра. До новых встреч. Уже не буду говорить до завтра. Я такая дамочка стала. Лентяйка. Говорю до завтра. А завтра полдня ничего не делаю. Или чем-то занято. Не снимаю совершенно ничего. Тем более, завтра муж дома. Посмотрим. Как карты лягут. Так. Девочки вчера соболезновали. Шучу. Советовали, что нужно как-то постараться, чтобы оформить монетизацию. Чтобы оформить монетизацию. У меня своих мозгов не хватает, если честно, откровенно. А в моем кругу, как я говорила, нет таких людей, которые могут разобраться и помочь. И блогеров у меня знакомых нет, которые могли бы помочь. Если есть у нас на канале блогеры, по-моему. Тоже они еще до 1000 не дошли, по-моему. Так, что еще? Даже я вам открою секрет. Прежде чем выпускать свои видео на YouTube, я ходила на курсы. Ходила на курсы, сходила немножко. Посмотрела, поучилась. Ну, как-то несколько дней всего курсов. И они в основном на Instagram. Там другие съемки совершенно. Показали кое-какие фишки, что-то, что-то. Вот основное, что для меня нужно, я взяла. И дальше сама уже как могу. Вот такие дела. А вот с этой проблемой я не решила эту проблему. Ну, с этой проблемой пока вопрос остается открытым. Все. Всем всего доброго. Что у меня эта кофта вечно алкашская? Это не дырки, это специальный дизайн такой у них оказывается. Вечно. Приходится поправлять. Лучше бы они этого не делали. Всем всего доброго. Жду вас на своем канале. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова